Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще точку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить к позитивам. Все-таки красивый у нас город. Скоро у нас какой праздник? Я в этом году решила приготовить пасху. Самую настоящую творожную пасху. Нет, не умею я ее готовить и ни разу не готовила. Пользуясь служебным положением и личным знакомством с шеф-поваром ресторана «Панорама», сегодня у нас с тобой будет мастер-класс по приготовлению самой настоящей творожной пасхи. Ну что, мы сегодня готовим пасху? Да, давай попробуем. Что нам понадобится для приготовления пасхи? Основной продукт, конечно, это творог. Залог хорошего блюда – это хорошие, качественные продукты. Мне, например, нравится продукция «Зао Калининская». Почему? Хороший творог, зернистый. Качество творога всегда постоянно стабильное. Это очень важно для приготовления блюда. Самое главное, чтобы он был зер. У нас желтки готовы. Спасибо тебе большое. Дальше беременчик. Растираем их. Добавляем сахарную пудру. Давай я уж помогу тебе все-таки. Обязательно растворить вот здесь ванильный сахар. Половинку того, что там есть. А почему нельзя было все закинуть, в одну кастрюлю перемешать? Ну нельзя, конечно, можно. У тебя получится вкусная, хорошая запеканка. Сейчас мы добавим сметану. Держи ложку. Держи сметану. 20-ти процентная. Да. «Зао Калининская», хорошая марка. Самое главное, размешивать равномерно в одном направлении с одинаковой скоростью, чтобы белки не упали. Ну посмотри, какая у нас самая настоящая творожная пасха получилась. А все почему? Потому что мы выбрали правильные продукты. «Зао Калининская». Что, моя дорогая, обедать? О, нет. Наверное, сегодня не получится. Работы завал. Обещала в ресторан. Прости, пожалуйста. У меня, кстати, есть идея. Если ты не можешь сходить в ресторан, ресторан может приехать к тебе. В «Панораме» начала работать доставка. Заходишь на сайт ресторана «Панорама» и выбираешь все, что ты хочешь. Я предлагаю салатик отбивные с картофелем и флируны из лососи. В конце концов, мы же в ресторане заказываем. Да, и самое главное, совсем забыла сказать. Цены-то цены какие. Ты можешь заказать, допустим, комплексный обед всего лишь от 190 рублей и комплексный ужин от 280. Что, уже привезли? Отлично, и время-то прошло. Всего ничего. О, вкусняшечки. Твой любимый салатик. Полероны из лососи. Ты посмотри, какая красота. Ну и, конечно, стейк. О, тебе это очень понравится. Представляешь, все блюда из основного меню предлагаются со скидкой 20%. Так, подожди, у нас же еще один заказ был. Нет, моя дорогая, это я себе. Приходишь домой, уставшая с работы, пока уроки проверила, и отдохнуть хочется. А тебе еще есть готовить ресторан «Панорама» специально для тебя. Подготовил полуфабрикаты. Шоковая заморозка. Приходишь домой, разогреваешь, и все. У тебя готовый ужин. А это специально для тебя. Ну, то есть для тех, кто не умеет готовить. Заказываешь полуфабрикат, и здесь краткое содержание рецепта. Ну вот, считай, побывали в ресторане, не выходя из офиса. Красиво, вкусно, сытно, а главное, экономит время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!